Приветствую вас, братья и сестры. Знаете, когда я читаю Библию или изучаю какое-то местописание, для меня большой радостью является, когда Бог открывает себя, когда я узнаю что-то о Боге, когда я узнаю что-то о Иисусе, какое-то качество, когда Он становится примером для меня, показывает своей жизнью, как мне нужно поступать, как мне нужно жить. Мы прочитаем один отрывок из Библии, это Марка, 10 глава, с 46 стиха до конца. Марка, 10 глава, с 46 стиха до конца. Приходят в Ерехон, и когда выходил Он из Ерехона с учениками Своими и множество народа. Бортемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли Его молчать, но Он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел Его позвать. Зовут слепого и говорят Ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая Ему, Иисус спросил, «Что ты хочешь от меня, слепой?» Сказал Ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал Ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. В этом отрывке говорится о двух героях. Самый важный, самый главный герой – это Иисус. И второй – это слепой Вартимей. Первое – мы поговорим про Иисуса. Что было до этого, до встречи с Вартимеем? Во время встречи и после. Итак, первое, что было до этого? Если мы посмотрим на этой же главе, в этой же главе ранее, мы увидим общение Иисуса с учениками. Иисус говорит что-то важное своим ученикам. Он говорит что-то важное. Он говорит, что Ему придется умереть и воскреснуть. Он говорит о своей миссии, о своем предназначении. Это 33 стих по 34. Это же глава 33-34. «Вот мы всходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предат будет первосвященниками и книжниками, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснуть». Он говорит о том, для чего Он пришел на этой земле. Это Его самая важная миссия, которую Он должен был исполнить. Его мысли, Его взор, стремленный на Иерусалим. Его путь, последний путь к Иерусалиму. Ему предстоит умереть за всех нас, за наши грехи. Как человек, Он имел эти переживания, Он понимал, что Его ждет. Его мысли были там, и так они приходят в Иерехон. Это приблизительно 25 километров от Иерусалима. Цель Его уже близка, Он находится близко к Иерусалиму. Он выходит, и говорится, что окружило Его множество народа. Он выходит с мыслями, что Ему нужно пойти в Иерусалим, чтобы свершить свое предназначение. Для чего Он пришел тут на земле? Он идет на смерть, для того, чтобы умереть за нас, за грехи наши. И при этом Он окружен множеством народом, множеством людьми. Каждый из этих людей, у каждого были свои вопросы, нужды, цели. Они шли за Иисусом, требуя что-то от Него. Они ждали что-то от Него. Представьте, когда вас окружает множество людей, и всех что-то хотят от вас. Это очень сложно. И при этом ваши мысли устремлены на какую-то проблему или на какой-то вопрос, который есть в вашей жизни. Это сложно. И мы видим, что в 11 главе, следующая глава, начинается с того, что Он входит в Иерусалим. Он, наконец-то, тяжелый путь к Иерусалиму. Непростой. Он пришел для того, чтобы умереть за наши грехи. Он выбрал смерть, потому что Он любит нас. Это Его миссия. Для этого Он пришел на этой земле. Теперь давайте мы посмотрим, что говорится про слепого Вартемея. Он слепой. В тяжелых обстоятельствах. Он просит милостыни. Он зависим от других. Он не принадлежит себе. Если сегодня Ему что-то дадут, какую-то монету, что Он может себе купить, или хлеб, то Он, возможно, поест. Если сегодня ничего не пожертвует Ему, Он останется голодным. Он не может себя обеспечивать. Если мы сегодня живем в современном мире, в большинство странах, даже странах, в которых нету, может быть, сильной экономики, по-любому есть пособия для инвалидов, государство как-то заботится, жертвует, дает какие-то деньги для того, чтобы эти люди, которые не имеют возможности содержать себя, государство берет на себя какую-то часть, но в то время этого не было. И Он сидит у ворот, прося милости в тяжелом, тяжелом обстоятельствах. Ранее Он слышал о Иисусе. Он слышал, что Он делает чудеса. Помните, когда написано, что Он сделал чудеса? И вот эта молва, она разошлась. Все знали, услышали везде, все люди приходили, потому что знали, что пришел пророк, тот, который делает чудеса, Он может исцелить множество, множество чудес Иисус сделал. Возможно, Он кто-то Ему сказал об Иисусе. Может быть, Он услышал чей-то разговор, что есть Иисус, который делает чудеса. И Он мечтал. Он мечтал о том, что Он встретит Иисуса. Мечтал о том, что Он встретит Иисуса, и Он сможет исцелить меня. Или кто-то приведет меня к Иисусу, и Он сможет исцелить меня. Это стало Его мечтою, потому что Он понимал, что это Его последняя надежда. И вот прошло время, и Он услышал. Он услышал Иисуса. Он услышал, что Иисус идет. И Он не просто звал Иисуса. Он не просто звал Иисуса. Знаете, когда мы в толпе зовем кого-то, мы стараемся как-то, не громко, не обращая внимания, чтобы не все не оборачивались на нас, мы стараемся позвать. А Он просто кричал. Он кричал. Он не просто звал, Он кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он понимал, что это Его последний шанс. Это Его последний шанс. Он понимал, что только Иисус может Его исцелить. Мы читаем, что Иисус остановился и позвал Его. Иисус спросил, что ты хочешь. Я думаю, что Иисус знал, что Он хочет. Я думаю, даже окружающие понимали, что Он хочет. Он хотел исцелению. Иисус говорит ему, иди, вера твоя спасла тебя. Он исцелился. И потом Он последовал за Иисусом. Теперь знаете, что меня удивило в этой истории? Меня удивило 49 стих. Первые два слова. Иисус остановился. Мы читали о том, что Он говорит что-то важное своим ученикам. Я иду в Иерусалим. Если мы прочитаем эти стихи, я иду. Они будут поругаться надо мной. Будут бить. А плюют, убьют. Он понимал, куда Он идет. Как человек, будучи человеком, это было сложно. Он понимал его мысли там, в Иерусалим. При этом Его окружают множество народа, которые что-то хотят от Него. Каждый что-то хочет получить. Какой-то ответ, совет или восполнение своих нужд. Даже теперь, в час Своей последнего пути к Иерусалиму, Он нашел время, чтобы послужить. Чтобы послужить тому, кто был в нужде. Это слепому Артемею. Когда нам сложно, когда у нас есть проблемы, когда у нас есть заботы в нашей голове, мы думаем, Боже, как решить эту проблему. Мне кажется, что тяжело. Тяжело тогда как-то послужить ближнему, когда у тебя, у самого есть проблемы. Согласитесь. Или когда тебе надо сдать экзамен или сдать на права, на лайсенс, тем более тем, которые сложно, которые не знают английский. Ты все мысли там. Я помню, когда я сдавал, я просто думаю, как только сдать это. Я еду, все мысли мои там. И сложно в это время обратить внимание на ближнего своего, когда у нас с вами их проблемы. Но Иисус учит нас по-другому. Он как говорил, Он так и жил. Смотрите, что Он сказал в 45-м стихе. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Он пришел послужить. Поэтому Он остановился. Знаете, можно было сказать, ну, всех не исцелить. Иисус, всех не исцелить. У тебя есть важнее миссия. Тебе надо идти в Иерусалим для того, чтобы умереть за грехи всего мира. Это важнее миссия, чем просто этот Вартимей. Но Он пришел послужить. И Он остановился. В Украине мы работали в миссии. И был период, как раз, когда мы ждали первого ребенка. У Ани был достаточно большой срок. И она уже была в декретном отпуске, была дома. Я уехал с командой в область. Мы делали евангелизацию по школам. И вот мы приехали с командой в школу, в одно из сел. И осталось полчаса или час уже до начала программы. Я получил... Я не помню, или мне Аня позвонила, или я получил текст-месседж, что ее забирает скорая. Были какие-то сложности с ребенком. Ее забирает скорая. И мы помолились. Меня пастор по местной церкви отвез на остановку. Я сел в автобус, и я еду в Винницу, в город. И мои мысли там. Я переживаю, что же случится, чтобы все хорошо было с ребенком. С ребенком, с Аней. И вот этот еще, когда первый ребенок, это очень так переживательно всегда. У него есть дети, когда первый ребенок, это всегда как-то трепетно. И так получается, что я сажусь возле одной пожилой женщины. И я не помню, как мы начали общаться с этой женщиной. Я на самом деле не очень общительный человек, но как-то получилось, что мы начали общаться. Я ей сказал, что я, ну, кто я, что я христианин. И знаете, у нее было много вопросов про Бога, про Библию. И знаете, в этот момент я понял, что Бог хочет, чтобы я послужил этой женщине. Чтобы я оставил вот эти переживания, доверился Богу и послужил этой женщине. И вот этот путь, когда мы проехали, у нее были вопросы насчет Библии, Бога, я общался с ней. Я был сконцентрирован на ее вопросы, на то, что она... Какие у нее вопросы? Рассказывая о Боге, о Библии, о своей вере. Христос для нас стал примером. Является примером, как нам нужно поступать. Подчиняя себя Христу, чем больше мы себя подчиняем Христу, тем больше Христа видно в нас. Когда мы понимаем, что Он так поступает, я подчиняю себя и поступаю же так же, потому что Он учит меня так поступать. Другое в этом, что для меня было... Я увидел, что в любых проблемах, в любых вопросах, в любых нуждах, которые бы были в моей жизни, мы можем приходить к Иисусу в любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах. Он доступен, Он не пройдет мимо. Он остановится. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры подогнал «Симон»!